Друзья, всем привет! Привет, с вами, как всегда, Алексей Крылов. Сегодня у нас интересное видео. Мы приехали в тайский поселок. Сегодня я вас познакомлю с Сергеем. Коротко скажу, Сергей тот человек, который жил в Испании, но потом переехал в Таиланд. Я думаю, видео будет интересным. Давайте знакомиться. Знакомьтесь, Сергей. Всем привет! Мы пришли к нему в гости. Расскажи, что это за место? Да, это поселок в Таиланде, на Пхукете. Мы сейчас находимся. Называется он Фишерман. Здесь живут в основном экспаты. Это самый юг острова, район Равайи. Кто знает, тот знает. Собственно, круто, что Леша сегодня приехал всей семьей к нам в гости. Дети ушли с женами кормить животных. У нас здесь свой такой небольшой зоопарк. А мы с Лешей сейчас будем колдовать над мангалом и будем всех вкусно кормить, но буквально чуть позже. Да. Я вам сразу скажу, когда я сюда заехал, атмосфера здесь совсем другая. То есть здесь настолько круто. Сразу слышишь пение птиц. Ну, вообще тут, не знаю, прям очень классно. Да, большая территория. Как вы видите, дома здесь в стиле одноэтажной Америки. У нас нет заборов. Есть несколько бассейнов общественных. В некоторых домах есть свои бассейны. Очень много живности. Вот сзади меня как раз пасутся буйволы. Девчонки кормят коз и коней. Очень много гусей. Есть олени, есть павлин. Ну, в общем, такой небольшой зоопарк с Диснейлендом прямо здесь на Пхукете, на Равайи. Да, это знаете, как старые добрые времена. Вот приезжал раньше к бабушке в село, она говорила, вот мы раньше ходили по селу и забора вообще не было. Я веду специфики своей деятельности. Занимаюсь продажей недвижимости на Пхукете. То есть это бесконечное общение с клиентами, общение с командой. Очень много говорю в течение дня. И как раз выбирали это место для того, чтобы можно было приехать и отдохнуть, выдохнуть в тишине. Действительно ощущение, как у бабушки в деревне поют птички, гуляют гуси, пасутся коровы. То есть это такое наше место силы. И ребенку здесь тоже очень нравится. Жена может спокойно выйти с утра прогуляться с коляской. Нету трафика, нет машин. То есть одни плюсы. Нам здесь очень нравится. Вот второй год мы уже живем здесь. Давайте узнаем у Сергея важную информацию, что ты сегодня готовишь. Готовим мы. Девочки отдыхают, мальчики сегодня готовят. Предисловие. В Таиланде в любое время зимой, летом всегда можно взять классные продукты, можно взять морепродукты, можно взять свежие овощи, фрукты. Сейчас мы томим перцы. У нас будет салат из томленых перцев с козьим сыром. Также у нас будет для детей курица. Не все дети любят рыбу, поэтому курица тоже будет. Будет печеный морской окунь с сальсой по-средиземноморски, то есть с оливками, с каперсами. И будут самые главные вообще гости вечеринки. Это креветки пил-пил или пири-пири, как иногда их называют. Это такое чисто испанское блюдо, я думаю, для многих твоих зрителей это будет интересно и абсолютно точно понятно. Я думаю, ты уже покорил сердце моих зрительниц. У нас такое ощущение, как в детстве, знаешь, включаешь на выходных передачу «Смак», где два классных парня что-то готовят. Вот сегодня, я думаю, у нас будет точно так же. Так, перцы у нас практически готовы. Я думаю, многие пользуются. Если не пользуетесь, попробуйте обязательно вот так запечь перцы. Сейчас их надо завернуть в фольгу, для того, чтобы было очень просто снять кожицу. Перцы уносим и сейчас время курицы. Первых надо накормить детей, поэтому в первую очередь готовим курицу. Пойдем. Так, давайте зайдем в дом, заодно посмотрим. А ты, получается, этот дом, вы снимаете, да? Да, здесь в нашем поселке невозможно купить дом в аренду. Это все принадлежит одной тайке, у которой мы все дружно эти дома арендуем. Здесь у нас детская. Да, давайте быстренько покажу. У меня маленькая... Это рай для ребенка. Маленькая дочка, год и девять. Вот здесь она развлекается. Дома достаточно просто обставлены, но почему здесь территория? Я чуть ранее говорил, территория действительно крутая, атмосфера крутая, тишина, покой. И это не туристический район, где толпы туристов вот в этих белых льняных маечках с бивом ходят отдыхать. Здесь именно комфортно жить, потому что есть вся необходимая инфраструктура. Это и больницы, и садики, и школы, супермаркеты. То есть то, что вам на отдыхе не понадобится, а для постоянной жизни однозначно пригодится. Так, это у нас куриное бедро. Я просто тоже Таиланд обычно рассматривал как для отдыха, а вот когда ты его уже рассматриваешь как для жизни, это уже прям совсем... Ты знаешь, любую страну рассматривать для отдыха, то же самое в Испанию, да, люди прилетают на 2 недели, и они видят такую вершину айсберга, совершенно не понимая, как там все устроено. Поэтому отдыхать туристам это одно дело, а жить, я здесь живу уже более 10 лет, это совсем другая история. Смотри, какая у нас курица классная получилась. У меня, честно скажу, зрители в комментариях пишут, только не Таиланд, не вздумайте туда переезжать, почему-то я не знаю. Ну, главное, чтобы, во-первых, были аргументы, раз они так говорят, возможно, у кого-то есть какой-то субъективный, не очень приятный опыт. А во-вторых, ну, почему не Таиланд? Здесь правда хорошо, и в Испании хорошо, и здесь хорошо, но есть специфика Азии, от нее ты никуда не денешься, так же, как в Испании есть специфика Европы, то есть это вполне, вполне обычно. У меня Таиланд ассоциируется, только, я не знаю, мне очень нравится здесь, и я не знаю, почему у людей такие... Надо попробовать пожить. Обычно так говорят люди, либо которые не были в Таиланде, либо которые были и получили, может быть, какой-то не совсем там приятный опыт, связанный с пребыванием в этой стране. Вообще, Таиланд это страна улыбок. Если вы сюда прилетите, вы увидите, что абсолютно везде вам все улыбаются. И на ресепшене, и хозяйка фруктовой лавки, и парень, который вам сдает шезлонг на берегу Андаманского моря. Поэтому все на позитиве, все здорово, вечное лето. Я думаю, что Таиланд однозначно имеет своих любителей, своих фанатов, которые с года в год, несколько раз в год к нам прилетают клиенты. И никуда больше лететь не хотят. Поэтому все здесь на любителя, так же, как и блюда, которые мы сегодня будем готовить. Не пробовали? Обязательно пробуйте. А ты говорил, у вас еще здесь есть бассейн, правильно где-то? Да, у нас есть свой небольшой бассейн сзади. Вот такой, тоже достаточно приватный. Здесь дочка раньше занималась плаванием, пока ей это не надоело по какой-то причине. Поэтому он по факту у нас просто стоит, ну, радует глаз, как минимум. Вокруг зелень, прекрасно. Так, ну, наверное, один из главных опросов. Вот я тоже снимал в Паттайе дома, и вот люди пишут про змеи. Тут змеи ползают или нет? Слушай, у нас в управляющей компании работает человек 30, наверное. То есть, постоянно территория большая, надо обслуживать, за ней надо ухаживать, живность еще вся. И два раза в месяц идет обработка полностью всей территории. То есть, какая-то случайная змея. Может, раз в год ты кого-то увидишь. Опять же, если вдруг это случилось, фотография в общий чат и нежданного гостя депортируют. За всю свою жизнь в Таиланде, более 10 лет, я, наверное, встречал змей, ну, раз в 5. Мне кажется, в Сибири, откуда я родом, можно этих же ужей и гадюк постричать намного чаще, если ты где-то на природе находишься. Ну, да. В общем, здесь обрабатывают территорию от змей, да, постоянно? От змей, от вредителей, от насекомых и от незваных туристов в том числе. Потому что у нас здесь классная территория. Потом с тобой прогуляемся, я покажу, у нас есть выход прямо к морю. И многие туристы сюда с кругами, с надувными, с детьми, прям заходят, пытаются всей этой инфраструктурой воспользоваться. Но охрана бдит, охрана не спит. У вас тут еще общий бассейн, да, если говорить? Да, мы прогуляемся, у нас их два. То есть есть свой, если какая-то, какая-то оказывает, там, не знаю, мероприятие, или к тебе гости приехали, можно, чтобы не мешать, там, жене, ребенку, пойти на общий бассейн, взять колоночку, взять какие-то напитки, какие-то закуски, и там прекрасно проводить время. Все покажу. Пока Сергей готовит, я прогуляюсь по территории, ну, не знаю, как это, не комплекс, поселка, да. Тайского. Получается, я иду, и это, знаете, как будто одна территория, одна общая территория, нету вот этих огромных заборов, домов. Сейчас мы подойдем вот к общему бассейну. Бассейн, 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 бассейн. Расскажи, вот территория действительно крутая, дом классный, сколько это все стоит, вот такой дом в аренду? Ну, со светом где-то в месяц у меня уходит 2000 долларов. Это за аренду, ну, потому что тут место, да, классно считается? Да, дом, он, как ты видишь, не хай-тек, не люксовый, а обычный дом, но именно за расположение, за территорию. В основном-то мы и платим, мы и живем здесь, собственно, из-за территории, из-за местоположения. Я просто вот в Паттайе когда был, там мне говорили, дома можно и за 500 долларов снять в аренду. Можно и за 500, я думаю, в целом и здесь можно, тогда это будет какой-то спальный район, совершенно не туристический, дом, как мы здесь называем, тай-стайл. Я думаю, что можно найти. По-моему, уже кто-то возвращается с кормежки. На самом деле, так круто смотреть, когда кто-то готовит. Обычно я готовлю и сам себе снимаю, а тут прямо вообще. Ты знаешь, я раньше готовил намного чаще, мне безумно нравится этот процесс. Вообще, пробовать новые продукты, здесь их достаточно много, особенно если мы говорим о морепродуктах, живем на море. Вот, но сейчас все это происходит реже и реже. Но благодаря тебе, нашему злодому гостю, сегодня я снова попробую сделать что-то вкусненькое. Все, вернулись. Папа! Папа! Смотрите, какая красота, запах очень классный. Да, окуня мы приправили. Берем одним филе, закрываем другое. Внутри у нас черри, оливки, каперсы, чуть-чуть чеснока и петрушка. Сейчас все мы это дело запакуем. У тебя прям такая кухня, здесь можно кулинарные истории какие-то снимать. Ты, кстати, первый, с кем мы снимаем такие кулинарные истории. Кстати, очень удобно здесь. Сразу говорю, у нас лайф. Все, что получится, не получится, мы все покажем. Будут. Но если не получится, я скажу, вкусно. Нет, 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 мы скажем, ну, чуть-чуть не получилось. Да, надо корректно говорить. Чуть-чуть не вышло, чуть-чуть там передержал, не додержал, не досолил. Все вполне адекватно. А вот ребенок у вас здесь в садик ходит, да? Слушай, она еще маленькая, и у нас есть возможность временная, точнее у нас, у супруги, быть с ней. Мы ходим на различные развивашки, на англоговорящие. Поэтому ребенок в целом понимает, там, какой-то примитивный английский. Няня у нас с ней говорит на тайском, дома мы говорим на русском. Поэтому посмотрим, что будет через пять. Три языка она уже примерно знает. Ну, давай так, да, знает. Ну, какие-то слова она говорит же, она там. Да, и там все вперемешку идет. То есть, что ей ближе, например, там, купаться, мыться, она говорит по-тайски. Мама, ну, мама, папа какие-то там бытовые вещи, так как она дома находится, чаще говорит на русском. В садике она уже понимает, у нее, кстати, недавний случай был, когда мы выучили дома слово яблоко. А в садике ей говорят, что это Apple. И такой немой вопрос в сторону мамы, типа, ты же говорила яблоко, почему это Apple? То есть, сейчас как раз идет вот эта интеграция внутри всех языков, которые она слышит. А вообще тут садики, школа, они на каком языке? Ой, слушай, есть разные. Есть садики на тайском, муниципальные такие попроще. Есть садики, вот куда мы ходим, Baby Genius, там на английском. Есть русскоговорящие садики. То же самое со школами. То есть, все зависит от ваших пожеланий. Мы просто подумали, если мы живем за границей, и есть возможность ребенку общаться с носителем языка с раннего детства и прививать вот эту историю, то почему бы и нет. Поэтому раньше мы и в русский ходили, сейчас еще перестали. Пока ограничились англоговорящими. На очереди у нас курица и рыба. В общем, я сюда приехал, и я начал здесь засыпать. Здесь настолько такая спокойная атмосфера, поют птицы. Ну, потому что мы ехали-ехали, огромное количество людей. Сейчас у нас пик сезона, прям все пляжи полные. И тут приезжаешь, и, короче, здесь совсем все по-другому. Вот, поэтому такая атмосфера релакса. Что вообще сказать, для ребенка тут жить, это просто рай. У тебя тут целый зоопарк, плюс есть кот. Вышел, у тебя тут корова стоит во дворе, прям вообще. Мне доверили важное задание, потому что мне скажут, ты только снимаешь, ничего не делаешь, мне нужно перевернуть рыбу. Так, надо быстренько это сделать. Оп, есть, все. Видите, я тоже принимал участие в готовке. Все, Аня пошла гулять. Сейчас я еще спрошу про тайскую няню. Няню, короче, здесь, вот знаете, очень круто вот прийти в гости и расспрашивать обо всем, о жизни в Таиланде. Потому что вот как раз у нас маленькие дети. Что, сколько стоит, как все организовывается. Короче, я тебе придумал новую работу. Ты можешь проводить мастер-класс, который будет называться адаптация в Таиланде. Человек приходит к тебе на шашлык, а ты рассказываешь от и до о своей жизни, что, сколько стоит. Сколько стоит здесь няня для ребенка? Дорого, индивидуально, под ключ. Да-да-да, индивидуально, то есть вот адаптация. Няня, слушай, мы специально взяли няню не русскоговорящую, взяли няню, которая даже нас по-английски не понимает. Она понимает по-бермански и по-тайски. Потому что очень трудолюбивая, адекватные деньги. Она тоже к нам приросла, скажем так. Стоит это удовольствие порядка 800-1000 долларов в месяц. Но няня многофункциональная. Она может и скупать ребенка, и подгузник поменять, и дома убрать, и погладить, и постирать. Единственное, что она у нас не готовит. Вот. И все остальное, все включено. Это в день сколько? Примерно 1000 бат, да? Где-то порядка 30 долларов. 30 долларов в день, да. Ну, очень сильно разгружает жену. Она может и себе время уделять, и мне время в том числе уделять. С моей точки зрения, это такой меркантильный поступок. Ну, ты прям сегодня покоришь сердца моих зрительниц вообще. И по поводу няни, и по поводу готовки. К сожалению, сердце занято. Занято, как правильно я уже не совсем помню. Но индивидуальные консультации, дорого, под ключ, пожалуйста, все обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Следующее блюдо готовит Сергей. Это что ты готовишь? Это знаменитые испанские креветки перепели. У меня, кстати, когда я жил в Испании, у меня был ресторан Marbea. Я думаю, твои испанские зрители прекрасно понимают, где это. И вот мы подавали это блюдо. Правда, оно подается в таких керамических порционных тарелочках. У меня таких тарелочек здесь нет, поэтому делаем в сковородке. Те, кто знают, как его делать совершенно правильно, напишите в комментариях. Потому что я все делаю по памяти. Это было больше 10 лет назад, где-то на свой вкус, где-то на тайский лад. Поэтому не претендую на истинность. Но это будет вкусно. Ну, запах очень крутой стоит. Я даже не знал, я хоть о тебя даже про Испанию немножко узнаю. Попробуйте, да. Если вы живете в Испании или собираетесь в Испанию, обязательно попробуйте это блюдо. Если у вас есть какие-то вопросы к Сергею, вы задавайте под видео. И мне придется еще раз прийти, чтобы он еще раз что-то вкусное приготовил. Уже задам ему другие вопросы. Вообще, давай знаешь про минусы Таиланда. Что тебе здесь не нравится и что не хватает, может быть? Слушай, ну так как я парень сибирский, не хватает снега. Ну, только не как в Сибири, да, чтобы на несколько месяцев. На недельку. На недельку, чтобы оно куда-нибудь пропало. Чего еще не хватает? Иногда, знаешь, не хватает свежего воздуха. Такого прохладного. Чуть-чуть. По утрам особенно, которые вот с восходом бывают. Вот, а в целом здесь достаточно много экспатов и тайцы очень сильно уже адаптировались под наше здесь пребывание. С точки зрения еды, продуктов, здесь вы найдете абсолютно все. С точки зрения садиков, школы, если принципиально хотите ребенка обучать на русском языке, тоже вы здесь все найдете. Вот, наверное, какие-то такие ностальгические вещи с детства, с юности. Хотя, в целом, можно всегда слетать. Поэтому живется нам здесь хорошо. Тайцы к нам прекрасно относятся. Климат понятный, как и их менталитет на протяжении всего года. Наверное, вот такие минусы. Вот такая красота получилась. Смотрите. Креветочки пахнут очень круто. Настолько классно. Это лайфхак. Если вы хотите, чтобы что-то, точнее, чтобы что-то круто пахло, первое, добавьте чеснок в оливковое масло. Все. Это уже половина успеха. Все остальное уже импровизация. Ну что, у нас практически все готово. На самом деле, очень классный запах. Так ты, получается, и в ресторане работал, да, еще до этого? Не, у меня был ресторан свой. А, в Морбении. В порту Морбении. Сейчас будем пробовать, чему научился. Сергей приготовил просто шикарный стол. Я целый месяц, уже около месяца ем, получается. В основном, что я заказываю в кафешках. Это папайя-салат. Потом я заказываю рис с морепродуктами, рис с овощами. Ну, в принципе, вот это вот основные блюда, которые я ем. А здесь для меня сегодня просто праздник живота. И последний вопрос, который многих, наверное, интересует. Почему ты не остался жить в Испании? Я так помню, у тебя был свой ресторан, ты рассказывал. И это были, наверное, первые шаги в бизнесе. Фишка в том, что в Испании ресторан – это такая история, особенно в Морбее. Это история сезонная. Потому что люди приезжают отдыхать где-то там со второй половины мая. И там в конце сентября уже уезжают. И ты вынужден закрывать просто ресторан и чего-то ждать. В этом плане Таиланд выигрывает. Вот сейчас у нас февраль. Видишь, я даже задумался, потому что что январь, что август. Ну да, да, тут теряешься вообще. Все закончилось, слава богу. При этом ощущение того, что можно жить за границей, оно осталось. И поэтому после приезда с Испании сразу рванул в Таиланд. И здесь уже заикарился, опустил корни и так далее. Ну такой вопрос. У тебя был свой ресторан. А вот где проще вести бизнес? В Таиланде либо в Испании? Наверное, это все субъективно зависит от персоны, которая ведет бизнес. Лично мне намного проще в Таиланде. Именно отношения тайцев, именно налоговая нагрузка, вся вот эта бюрократия. Здесь можно открыть компанию за 2 недели. Здесь можно приобрести недвижимость в полной собственности. При этом она практически не облагается налогом, если мы сравниваем с Евросоюзом. Поэтому я Испанию стыжусь променял на Таиланд и ни разу об этом не пожалел. Не смотрите на то, что вам рассказывают я или другие блогеры. Просто смотрите, где вам хорошо. Все абсолютно индивидуально. Ну что, друзья, на этой прекрасной ноте уже будем заканчивать видео. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте под видео. Давайте скажем огромное спасибо Сергею за ужин. Приготовил очень вкусно все. И за то, что рассказал о своей жизни. Я думаю, видео было очень интересно. Ты знаешь, у меня на самом деле, мне кажется, не хватает бани. Ты очень похож на такого исконно русского, с Руси богатыря. То есть накормил. Сейчас надо тебя сводить в баню и уложить спать. Потом уже что-то расспрашивать. Спасибо, что на самом деле нашел время, приехал в гости. Всегда рады. Приезжайте к нам в Таиланд, приезжайте на Пхукет. С любыми целями, будь то туристические цели, приехать на две недели отдохнуть, переехать, или приобрести недвижимость, заняться инвестициями. Всегда можете обратиться к нам, потому что Алексей наш друг. Все, все контакты под видео, поэтому можете задавать в хостер Сергею. Всем счастья, здоровья, мира и всего самого лучшего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok